Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Только что в Торонто завершились партии 12-го тура турниров претендентов и претенденток 20-24. Если у мужчин все запуталось до предела, вся борьба еще впереди, кто первым пересечет финишную прямую, остается абсолютно непонятно, то у женщин все менее интересно, более спокойно. И после двух только что сыгранных туров становится очевидным, что борьба за первое место будет вестись между двумя шахматистками. Давайте посмотрим, что происходило на шахматных досках в Торонто на отрезке 11-12 тура. Как правильно отметили самые внимательные зрители, в предыдущем обзоре я совершила ошибку. На самом деле только два тура были сыграны. И 19-го апреля у нас выходной. Итак, 11-й тур. Тан и Лей по 6,5 очков из 10 лидируют. И Лагно и Горячкина их пытаются настичь 5,5 из 10. Начинаем с партии Канеру Салимова. Партия спокойная. Славянская защита с развитием слона на f5. Черные развили слона, но белые этого слона забрали. То есть проблему с развитием слона белопольного черные решили, но с другой стороны у белых преимущество двух слонов. Понятно, что позиция очень надежная, очень плотная. Много партий, много теорий. СД, ЕД, ферзь С2, ферзь С7, Х3. И как мне показалось, черные играли очень пассивно. Белые не торопятся в этой позиции. Они разыграли дебют в надежде на то, что когда-нибудь постепенно они усилят позицию, скроют позицию и преимущество двух слонов скажется. Поэтому черные обычно в этих построениях все-таки какую-то контр-игру пытаются найти. Они играют, развивают часто слона на b4, ходят ладья c8, где-то играют c5. Но в этой партии черные тоже играли предельно спокойно. Слон е7, 3-0. Также черные рокировались 3-0. Слон е2. И вот такая вот позиция возникла метельшпильная. Опять же, 2 слона на доске, ладья c8, g4. И здесь черные решились на жертву пешки, так как ждать просто не захотели. Понятно, что белые где-то хотят сыграть g5, где-то пойти f4. И постепенно подготовить так или иначе ход е4. И опять же, вскрыть своих слонов. После g5, ферзь f5, мы видим, что белые смело забрали пешку g5. И, безусловно, какая-то компенсация у черных была за эту пешку. Но компенсация, так же как инициатива, вещи такие. Если ты не умеешь точными ходами их поддерживать, инициативу и компенсацию, то они имеют тенденцию испаряться. Так и случилось в этой партии. Где-то, возможно, черным стоило побить все-таки на d2. Слон на d2 вроде бы пассивен. Но после размена конь d2, ладья d2 возникают разноцветные слоны. Мы знаем, что разноцветные слоны создают тенденцию ничейных окончаний. Может быть, где-то даже стоило побить и на c3. Но так или иначе, что-то сделать с конем на е4. Потому что, простояв, сыграв f5 и ладья f8, черные позволили белым побить на е4. И это изменение структуры оказалось на руку белым. Потому что через несколько ходов они провели f3. Позиция вскрылась. Спешка лишняя осталась. И потихоньку, потихоньку партия была длинная, сложная. Но преодолев контроль, без серьезных потерь, белым удалось реализовать материальный перевес. Ничего очень интересного дальше не происходило. Опять же, где-то, возможно, белые могли сыграть точнее по компьютерному. Но все оставалось в пределе большого перевеса. И затем выигранной позиции. И закончилось все ладейным эншпилем выигранным. Хотя мы говорим, что все ладейники ничейные. Но в данном случае ладья сзади проходной стояла. И черная ладья не может далеко уходить. Она должна сторожить пешку h. И белые потихонечку, после маневров, создали проходную a. Постепенно. И черные не смогли удержать эти две пешки. Ладья потерялась. А пешка c оказалась недостаточной для того, чтобы удержать ничью. Ну что же, такая уверенная, хорошая, солидная победа. Канеру. Идем дальше. Лей Музычук. Тоже очень-очень интересная партия. Очень важная для турнирного положения. Лей играла белыми. Мы помним, что в последних партиях ей удавалось. Удавалось показать результат. Итальянская партия. Лей играла ее и в матче на первенство мира. То есть, видно, что много работало над этим дебютом. Анна уже не первый раз этот турнир избирает систему с a5. Ну, одна из возможных систем. Не единственная далеко за черных. Но очень такая активная, можно сказать. То есть, черные двигают пешку на a5. Не дают белым сыграть b4. Берут под контроль поле b4. А часто игра белых в итальянской партии. Она как раз связана с надвижением пешек ферзи во фланга. После же опять b4, естественно, белые не ходят. Но, с другой стороны, опять ослабляет комплекс белых полей. И где-то, как и в этой партии, белые иногда играют слон b5. Пытаются либо разменять слона на коня. Либо как-то его прогнать с c6. И затем проводят d4. Однако, в этой партии все закрутилось не в центре, а несколько в ином, на другом участке доски. Итак, ферзь a5, слон c6, bc, конь g5. Все очень быстро исполняла лей. Мы видим, что на ее часах до сих пор 1.33. То есть, на добавленном времени она играла. Она тоже, в принципе, действовала достаточно быстро. Конь g3, h6, конь f3. И, как мы ретроспективно можем понять, ход конь g5 был сделан не просто так. И даже не с тем, чтобы на h6 побить на e6. А именно для того, чтобы вызвать ход h6. И вот эта пешка является зацепкой. Ладья fd8, слон d2. То есть, у белых есть план. И они его придерживаются, как известно. Ферзь c1, ферзь d3. Пожертвовали белые пешку. С тем, чтобы пешку забрать, но пожертвовать слона. Контр-жертва. Слон бьет h6. И здесь такая вот сложная ситуация. Сложная дилемма была переданной. Бить или не бить. Можно отдать должное Анне, что она сыграла принципиально. Она побила на h6. Но, видимо, ход не сильнейший. Конь h7 или конь e8 были еще возможности. Видимо, конь h7 покрепче будет. Потому что, если сыграть конь e8, то белые как-то могут нагнетать ферзь g5. И, возможно, позиция держится. Но черным предстоит пережить немало неприятных моментов. Например, здесь выбор такой. Король g6 и король g8. Я думаю, многие из нас просто не думая пошли бы король g8. Но потому что король g6 так не бывает, чтобы король на g6 чувствовал себя хорошо. А вот король g8, видимо, уже не точность. И у белых есть возможность продолжить атаку. Конь h7, по крайней мере, прикрывает поле g5. Не дает белым возможности побить на g7. Ну и на доске сложная позиция. Не знаю, как бы сыграла лей. Отошла ли она бы слоном. Ну, тогда после где-то размена слон е3, ладья е3, позиция должна быть примерно равная. Хотя у белых даже здесь остаются какие-то возможности, связанные с атакой на королевском фланге. В партии же последовало gh. Достаточно принципиально. И, в принципе, мы всегда говорим, что если вы не видите, почему нельзя взять фигуру или пешку, которую жертвует соперник, ее надо брать. Ферзь h6, конь е8, ладья d2, ферзь е4. И вот это критическая позиция. Ладья d2 ход не обязателен, но рано или поздно белым придется его сделать. И здесь компьютер показывает большой перевес. Вообще, в партиях 11 и 12 туров мы увидим много позиций, где компьютер мигает всеми возможными лампочками, указывая огромный перевес. Но если начать думать, смотреть, а как же этот перевес достигается, то достигается этот перевес не в одной партии, а в нескольких партиях, а какими-то этюдными способами. И здесь эта позиция не исключение. То есть у черных достаточно очевидный план усиления позиций. f6, ладья d7. И если ладья подойдет на g7, то фигура лишь не останется, а атака испарится. Поэтому белым что-то надо предпринимать. Надолго задумалась лей и решила, что это что-то ход конь бьет е5. Однако этот ход не точный, и черные получают перевес после этого продолжения. А выигрывала? Выигрывала совсем не очевидная король h2. Почему и зачем? Спросите вы. Это хороший вопрос. Я отмечу, что король h2 здесь, объяснить чуть-чуть более. Просто уходит король из-под связки. И создается угроза конь g5. То есть если черные делают какой-то ход, типа конь g7, то белые ходят конь g5, и ладья f1, f4, ферзь h7. Атака очень-очень сильна. Конь g5 же сразу пойти нельзя, ввиду ферзь бьет g3. Ну вот в принципе от этого белые и защищаются. То есть они уходят из-под связки, из-под связки защищают коня. Но основным здесь вопросом на король h2 является, что же будет на f6. Здесь белым надо ходить ладья d2, f4. И мы получаем ту же позицию, что могла бы получиться в партии, если бы после ладья d2, f4, белые бы пошли к королю h2. f6. И белые выигрывают ходом b3. Ну да, ход очень сложный. Опять же, идея в том, что в случае ферзь бьет c3, ферзь уходит, слон остается без защиты, и следует конь g5. И выясняется, что на fg, ферзь e6, король f8, белые просто ходят ладья d1, затем следует ладья d3, ладья f3, и черные беззащитны. Если же черные бьют на b3, ферзь бьет b3, то белые могут побить, ладья a8, ладья a8, конь h4. То есть ход король h2, такой многофункциональный ход. Король, увели короля из-под связки, защитили где-то коня g3, а также, как выяснилось, подготовили совершенно неочевидный ход b3, чтобы после a b, a b у черных не было ладья b1 с шахом. Абсолютно компьютерная идея, и неудивительно, что лея за доской не смогла найти такой ход. Ну, а так как найти она его не смогла, она сыграла конь бьют e5, но выяснилось, что вот после этой разменной комбинации у черных серьезный перевес. Две фигуры за ладью, и несмотря на то, что король достаточно открытый, но динамика такова, что черные фигуры создают постоянно угрозы белым a3, очень важный ход, разбивающий пешки ферзевого фланга. Белым приходится срочно уходить ферзем, чтобы защитить эти пешки. Ферзь d3, выходит конь, конь b5, и здесь был сделан ход c4, видимо, серьезная неточность, но играть белым очень сложно. Видимо, надо было пешку на c3 удерживать, и, возможно, белым бы как-то удалось обойтись с меньшими потерями. После c4 же фигуры черных ферзь c3, ферзь e2, белые пытаются не разменять ферзей, чтобы оставить хоть какие-то шансы на атаку, потому что единственный их козырь это обнаженный король черных. Но у черных достаточно и динамики, и возможностей, чтобы короля защитить. Последний шанс бросается в бой ферзь, оставляется под боем ладья, ферзь бьет e1, и конь f5 решила сыграть лей. Похожая идея, можно было сыграть ферзь d8 и конь e8, конь f5. Это примерно к тому же, к таким же позициям приводило. Но здесь все точно делала Анна, несмотря на цит нот. То есть, ходы повторили, чтобы время приобрести 30 секунд за каждый ход добавляется король h8, единственный ход, который оставляет возможность черным поиграть на победу ef, и здесь ввиду угрозы f6, тоже надо единственный ход сделать, это ход f6, f6, король g8, и здесь Анне надо было сыграть король e8. И после f6, король d8, ферзь должны оказаться сильнее ферзя. Однако, что-то не понравилось Анне в варианте король e8, ферзь c6, король d8, либо она решила, что слон f7, ход, который она сделала, проще, но, видимо, зевнула возможность белых вот здесь сыграть f7. И выяснилось, что после f7 удивительная позиция, почти как в этюдах, несмотря на то, что у черных два лишних слона, позиция ничейная, потому что королю от вечного шаха не удается уйти. И заметьте, ферзь бьет не слона, съедает, а именно пешку на c6, и вот такая вот создается конструкция вечного шаха. Такая небезошибочная, очень сложная, интересная партия, и, конечно, для леи это спасение очень много значило для турнирного положения. Ничья. И идем дальше. Тан Лагно. Как мне кажется, именно в этой партии определился победитель, точнее, победительница турнира. Итак, конь в 3d5, все начиналось спокойно, какой-то рейти, потом каталон, но без c4, конь bd2. Понятно, что если белые играют так скромно, не играют c4, то вряд ли они могут рассчитывать на какой-то дебютный перевес, конь bd25, все перешло в какое-то двойное фианкетто. Здесь черные могли сыграть поактивнее, слон a6, ладья c8, может быть, где-то присмотреться к пешке c4, но слон b7 тоже, конечно, не является ошибкой, слон b2, и вот здесь последовал ход dc, возможно, черным стоило подержать напряжение, пойти ладья c8, потому что после dc, они оказались перед таким достаточно неприятным выбором, то есть, скорее всего, надо было побить на d1, пойти ладья d8, и несмотря на то, что у белых какая-то определенная инициатива, но точной игрой, видимо, эту инициативу можно нейтрализовать, и все должно завершиться в ничью. Был, однако, сыгран, сделан ход ферзь e7, а этот ход достаточно серьезная неточность, видимо, упустили черные идею белых g5. Внезапно г5 белые ходят и хотят немного, немало поставить мат путем ферзь b1, слон бьет f6, как защищать на h7, возникает вопрос, потому что, ну, например, компьютер, ничего не боящийся, ходит ладья d8, ферзь b1 и играет g6, но ослаблять вот эту большую диагональ при слоне на b2 таким образом очень-очень сложно. Возможно, это было меньше мысзоу, но сыграть так во время партии очень непросто. И Екатерина делает ход e5, опять же, интересно узнать у самой Кати, был ли это просчет, или она считала, что ничего лучшего нету. Здесь же у белых была возможность побить на e5, побить на b7, поменять своего белопольного слона, но выиграть пешку. Почему-то по каким-то непонятным причинам белые от этого отказались, сыграли конь e4, и борьба разгорелась вновь. Ферзь f3, f5, очень сильный ход, слон d5, чтобы отогнать короля на h8, слон c6, e4, ну и примерно равная позиция возникла на доске, однако танн начала подкручивать, лихо подкручивать конь e5, король g8, h4, то есть каждым ходом белые смело идут вперед, бросают фигуры, все дальше и дальше заводят их, все дальше и дальше, ферзь e6, конь c4, вот здесь, так как белые все-таки пошли назад, возможно черным надо было побить этого коня, ну и затем слон e7, слон f6, уравнять, но я думаю в этот момент черные уже начали подумывать о том, чтобы где-то перехватить инициативу, так как очень странно маневрируют белые своими фигурами и складывается впечатление, что вот-вот они где-то могут запутаться, подвиснуть и черные могут помечтать о большем, h6, ферзь e5 например, была возможность у белых, но да, ферзь c7, там находят самые далеко идущие маневры, b5 не обязательный ход, были возможности покрепче, но на b5 да, следует опять же не ферзь e5, а конь e5, и здесь я думаю Катя решила, что ей пора выигрывать, слон f6, однако белые не думали как-то укрепляться, то есть ладья d2 можно было пойти слона на b2 защитить, ладья c5 последовал ход, и да, вот эта позиция, критическая позиция партии, а возможно и всего турнира, ход черных, если у вас есть желание, можете подумать, как следовало продолжать партию, потому что черные пошли ладья f8, это не решающая ошибка, но здесь у черных была возможность, так как белые только что ладья c5 ошиблись серьезно, перехватить инициативу и заставить белых помучиться, f4 была очень-очень сильная возможность, ввиду того, что так далеко фигуры белых ушли, кто-то должен защищать короля, идея в том, что после еф следует е3, разбивая королевский фланг и пересбюджет 3 и черные выигрывают вот таким вот симпатичным способом, двойным ударом. После е все понятно, но вот после gf очень непросто найти выиграющее продолжение, но выиграющее продолжение связано вот с ослаблением линии можно пойти слон е5 сразу же, однако тут еще белые могут сопротивляться, хотя черные как мы видим ничем не рискуют, могут сыграть, ой, прошу прощения, король h2, конечно, потому что иначе fd1 с шахом, ладья f5, но тут какие-то у белых есть жертвы, возможности построить какую-то крепость, но чтобы усилить этот вариант и выиграть, есть ход ладья c8, такой с идеей на ферзь бьет a7 уже побить на e5 сыграть ферзь g4 и выиграть очень непросто, да, я понимаю, очень непросто, но когда эта позиция возникла на доске очень хотелось, чтобы Катя нашла ход f4, однако у Катя было только 9 минут, она сделала ход ладья f e8, тоже вполне логичный, задала вопрос, а что вообще белые хотят делать с конем, однако здесь у белых много возможностей тактических, например, пойти, но Танц играла хитрее, она пошла ладья b5, здесь уже следовало обязательно находить ход f4, хотя он не выигрывает, потому что ладья ушла с f8 и поле f7 в каких-то вариантах, вот в этом варианте оказывается важным ладья d5 и здесь черным приходится давать вечный шаг, потому что как мы в прошлый раз выигрывали двойным ударом, здесь уже не удается выиграть так как на ладья d5 есть ход f7 однако в партии черным не удалось найти ход f4 последовало слон b3 но оказалось что это серьезная ошибка после ладья d8 слон d8 ферзь b7 пешка а осталась жива слон b2 конь c6 неприятно и ферзь перегружен как защищать на g7 непонятно пришлось убирать слона но тогда лишняя пешка и опять же вот это напряжение слабый король белые фигуры как-то ближе к нему оказывается ну и все в дальнейшем танк делала очень уверенно не такие очевидные ходы все было сделано идеальным образом и праздновали белую победу очень обидное поражение как мне кажется после такой вот возможности упущенной в 4 конечно если бы катерина нанесла если бы заметила эту идею то то возможно мы бы с нескольким с несколько другим настроением подводили итоги этих двух туров и последний точнее партия завершилась не последний но тоже очень важным результатом 11 тура явился результат встречи Вайшали Горячкина здесь Саша вышла на победу Е4 С5 она сделала ход напомню что как правило Александра играет испанскую партию видели мы Берлин в ее исполнении видели мы Архангельский вариант в этом турнире в ее исполнении но здесь было решено что пора бросаться в бой играть черными на борьбу Вайшали для этого турнира подготовила вариант Алапина достаточно редкий порядок ходов здесь С4 чаще играют Конь Ф3 и Д4 идея в том что чтобы где-то после Д6 иметь возможность Е6 то есть на чем-то белые экономят Конь С6 Александра сыграла Д6 тоже возможно конечно Конь С6 Д4 СД СД Д5 вот здесь если я не ошибаюсь если сыграть Д6 то у белых основная идея Е6 Д5 С2 Конь Б4 и получилась такая своего рода караканская французская структура караканская больше так как слона черным удалось поменять вывести и да у белых определенное давление в виде пространства и центра пешечного Е5 Д4 но позиция достаточно крепкая чуть-чуть приятнее у белых но как пробивать не совсем ясно и здесь возможно все-таки стоило согласиться на ничью однако видимо установкой план был играть на победу и Александра предпринимает попытку подержать напряжение ходит ладья Ц4 ладья Д1 слон Ф8 опять слон Ж5 слон Е7 всегда можно было повторить но последовал ферзь С7 перевели черные слона на Ж7 с надеждой рокироваться и сыграть Ф6 однако белые хорошо действовали конь Е2 сыграли Х4 чтобы как раз после Ф6 иметь возможность Х5 пойти очень стандартный но важный маневр в этой позиции Х5 и ход за ходом позиция черных стала ухудшаться 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 и в какой-то момент абсолютно безнадежной была однако времени было не так много у белых совершали неточности с обеих сторон шахматистки вот здесь вот например можно было практически закончить партию ходом КБ4 но белые сыграли слон Ф6 и вышли из цветнота позиции с давлением но по компьютеру нули все 30 минут дополнительного времени Вайшали потратила повторяла на позицию то есть пыталась создать проблемы Александра была точна все делала правильно и когда оставались считанные секунды на часах у индийской шахматистки ну казалось что она сейчас согласится на ничью однако она продолжала играть нашла возможность играть конь Д6 здесь Лазьябек Д6 приняла решение Александра побить король Д7 тоже держала ничью однако пойти на этот вариант во время практической партии очень непросто имея на часах не так много времени понять что здесь вот ничего у белых нету и король черных убегает и очень хорошо себя чувствует вполне объяснимо что король Д7 не последовало последовало Ладья Д6 опять же этот ход еще равновесие держит но вот здесь решающая ошибка была допущена и неудивительно опять же у белых лишняя пешка несмотря на то что компьютер показывает нули это очень очень непросто удержать ферзевое окончание мы помним например в партии Гукиш Абасов тоже за 3 хода черные проиграли позицию более простую ферзь и пешка против ферзя а здесь гораздо большее идей на доске но однако много ходов держит равенство например такой вот симпатичный ход А5 пользуюсь тем что после ферзь Б4 АБ переход в першный эншпиль следует и несмотря на то что белые без пешки черные прошу прощения без пешки но вот эта пешка одна держит ферзевый фланг и черные имеют возможность создать защищенные такой вот пару проходных и какой-то такой вот удержать достаточно сложный першный эншпиль но опять переходы в першник требуют времени и расчета точного Александр сыграл Д4 и это оказалось решающей ошибкой потому что после ферзи Е5 выясняется видимо зевнула она что после король Д7 ферзь Ж7 король бьет Д6 невозможно ввиду ферзь 8 ферзь Б4 ну а так как король Д7 невозможно а у белых угрозы связанные с пешкой Д имеются в конце концов эта пешка Д и прошла ферзи здесь последовал Д8 конь шаха и черные сдались но Д8 ферзь тоже выигрывала вот такая вот достаточно драматичная партия прежде всего насколько было верным решение играть на победу не повторять позицию черными здесь конечно сложно судить мне кажется что много я видела окончаний кандидатских где половина участников решала играть на победу какие-то предпринимала действия в конце концов проигрывала и проигрывали те кто лидировал поэтому как мне кажется лучше играть ну до предпоследнего тура по позиции и там уже будь как будет однако иногда в пылу борьбы кажется иначе здесь каждый решает сам итак 12 тур что нам принес 12 тур 11 тур три результативных результата и тан 7 с половиной важную победу одержала лей 7 очков и отстали лагной горячкина у них по 5 с половиной осталось канеру догнала 5 с половиной однако 12 тур немного интриги вернул в борьбу начну с партии горячкина канеру здесь был разыгран каталон и в какой-то момент Александра понятно что белые отыграть пешку могут в любой момент вот белые ждали 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 усиливали 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 позицию и забыли о том что у черных есть возможность эту пешку защитить сыграли здесь конь а3 это серьезная неточность ферзь c4 уже следовало бить на c4 ну и возникала такая стандартная каталонская позиция после коня а3 однако b5 может быть Александр планировал сыграть b3 и забыл о возможности слон бьет а3 затем b4 c3 так или иначе остались белые без пешки в каталонии это неудивительно так бывает конь e5 конь e5 d7 слон a5 слон b7 и здесь да компьютер указывает какой-то очень сложный вариант конь бьет b5 слон g2 слон c7 как самый лучший за белых чтобы как-то продолжать бороться и вот удерживать баланс сложная позиция возникает с двумя фигурами за ладью примерно равная александра нашла другой очень неочевидный тактический удар конь бьет c4 но это неудачное решение у черных была сильная возможность сыграть ферзь c8 с тем чтобы отбросить коня затем сыграть c5 защитить пешку c ну и где-то вот эту слабость начать окучивать однако конеру сыграла bc это тоже оставляет небольшой перевес у черных ладья a7 ладья d7 ферзь b8 и здесь белые допустили серьезную ошибку которая однако спасла партию они сыграли ладья dd1 да опять компьютер бегает радостно кричит что у черных почти выиграно минус 2 дает перевес но как этот перевес достигается абсолютно мне кажется нереально найти в практической партии чтобы выиграть тоже можете остановить видео подумать ход черных как бы вы сыграли но соперницы скажу сразу согласились на ничью однако вместо вот ферзь b8 у черных была возможность поставить перед белыми серьезные проблемы барабанная дробь ходом слон d8 да запомните не знаю вообще рассматривался ли этот ход канеру потому что ходы назад очень сложны ходы которые оставляют под боем фигуры и раскоординируют как-то свои фигуры практически не рассматриваются идея просто сыграть ладья а6 убрать ладью из подсвязки и потом двинуть пешку c как белым развязываться непонятно ну думайте сами решайте сами возможно ли найти слон d8 и исполнить этот ход за доской как я уже отметила партия закончилась ничью повторением что исходя из того как развивалась партия и после зевка коня 3 конечно для Александры неплохой результат но ввиду того что соперницы китайские шахматистки все дальше и дальше уходят в борьбе за первое место это конечно несколько обидно идем дальше музычук вайшали интересная партия вайшали избрала редкий вариант который однако все чаще сейчас встречается открытый вариант испанской партии d4 и здесь нестандартная b5 а слон e7 так со мной сыграла конеру в одном из гран-при 2023 я тут сразу что-то сделала не то что надо ладья e1 один из основных ходов продолжений теоретическая такая дискуссия вайшали играла быстрее но она тоже достаточно быстро действовала что указывало на то что она готова к этому варианту смотрела дома много белых продолжений не только вот так вот играть можно как сыграла анна f4 однако да то есть все очень конкретно белые пытаются не дать черным рокироваться слон e6 попыткой сделать рокировку f4 создавая угрозу опять не давая сделать рокировку и здесь у черных есть несколько возможностей король f8 одно из продолжений g6 есть еще ход там белые начинают подливать масло в огонь ходом g6 король f8 и часто идея белых связана с жертвой вот этого качества у меня в файлах было написано в 5 ход после партии сканеру когда я смотрела и конь c3 и таким вот образом пытаться качество пожертвовать на слон d6 уйти ферзем и здесь вот слон e5 уже плохо ввиду де она пошла конь c3 что тоже интересно но опять же это ведет к жертве качества насколько стоило так рисковать потому что несмотря на то что компьютер может быть и показывает какой-то плюс дает какой-то плюс белым но мы уже обсуждали в этом обзоре что инициатива компенсация они имеют тенденцию испаряться а качество материал имеет тенденцию оставаться и вот здесь вот не понравилось мне решение которое белые избрали конь c3 конь a4 пожертвовали качество сложная позиция компьютер считает что она чуть лучше у белых но как мы увидим играть белым было непросто h5 h3 ферзь g6 и здесь был сделан такой человеческий ход h4 с тем чтобы не дать черным пойти h4 и где-то ладья h5 ладья f5 вывести ладью однако компьютер считает что это серьезная неточность потому что черным удается все равно ладью вывести а ослабление белых полей гораздо важнее тем не менее позиция оставалась сложной но черным играть было легче развились они сыграли f6 и здесь белые решили пойти e6 что является серьезной уже неточностью однако решение им сложное достаточно следовало принять ef тоже играть не хочется после же e6 пешка оторвалась и чтобы ее не потерять просто так пришлось ходить c4 чтобы подкреплять пешку d пешку e пешкой d но вайшале здесь хорошо играла сложная позиция однако гораздо более точно действовали черные у белых были возможности где-то ладья e3 ладья g3 сыграть но они их так и ими так и не воспользовались в конь e6 например здесь можно было пойти с тем чтобы на ферзь h4 не конь c7 даже а ладья e3 и попытаться какую-то контр игру создать так как пешка на e7 все-таки сила она перекрывает например седьмой ряд и ладья должна ее стеречь поэтому вот как-то так найти возможность наброситься и создать какую-то контр игру это видимо было последнее последним шансом белых в этой партии потому что после ff2 как-то позиция все так же продолжилась ухудшаться постепенно разменялись фигуры лишняя пешка черных осталась и они ее реализовали достаточно уверенно пробежал король на b2 создалась проходная а слон тем и сильнее в борьбе против коня что он может на двух флангах играть через всю доску слон g8 и все вовремя у черных прошло и пешку аж они задержали ну что ж такое досадное поражение Анны Музычук можно сказать что в дебюте где-то неточное направление было избрано риск грани была передена и в итоге проиграла Анна Вайшали Вайшали вернулась в борьбу несколько туров назад она была на последнем месте а сейчас она уже в верхней части таблицы итак Лагно Лей еще одна очень важная встреча была в этом туре Кате надо было побеждать чтобы хоть как-то надеяться на то чтобы догнать Тан и дебют на самом деле Лей избрала отличный для игры на победу но как выяснилось для обеих сторон французская защита е5 последнее время Катя часто применяет этот вариант и Лей избрала достаточно редкий и очень острый вариант связанный с слон Д7 Ф6 то есть с немедленным подрывом центра и черных план обычно связан с длинной рокировкой то есть Ф7 3 0 КНЕ7 КНЕ6 вот черные во все тяжкие бросаются чтобы как-то попытаться центральную пешку центр белых атаковать 0 0 ФЕ КНЕ5 КНЕ5 ДЕ огромное количество белых возможностей часто связанных с жертвой пешки на Е5 с тем чтобы быстрее начать атаку на ферзевом фланге слон Ф4 ход конечно возможен в данном случае белые укрепляют пешку Е5 но здесь показалось что Катя как-то перепутала планы то есть она пошла С4 ход хороший но здесь уже следовало ходить КНЕ3 а белые сделали ход КНЕ2 они могут ходить КНЕ2 3 0 но тогда их план обычно связан с ходом Б4 подрывая пешку С чтобы если пешка двинется вперед то тогда как раз КНЕ5 выйдет и такой опорный пункт Д4 был создан потому что после С4 0 0 опять же повторюсь КНЕ3 позиция очень неплохая у белых остается она напряженной но каждая неточность черных может стать для них последней а вот после КНЕ2 КНЕ2 и С4 дали черным возможность как раз начать продолжить свой план связанный с созданием атаки на королевском фланге и атаки пешки Е5 СЛОН Ж3 КНЕ5 КНЕ3 буквально 15 ходов у нас пройдено а позиция у белых очень-очень тревожная ввиду конкретного плана Ж5 H5 H4 СЛОН на Ж3 очень неуютно себя чувствует потому что если двинуть пешку H всегда последует КНЕ Ж3 и белые внезапно очень-очень быстро прямо по выходу из дебюта оказались неприятной ситуацией и здесь стоит отметить хладнокровие Лагно потому что игра черных развивалась сама собой вот они развились они пошли Ж5 следующий ход практически H5 и здесь чтобы удержаться на плаву очень требует больших это усилий от белых СЛОН Д3 сложное решение позволяющее черным побить на Ф3 испортить структуру H5 здесь H3 немножко ощетинились белые G4 здесь может быть F4 было точнее однако с практической точки зрения HG HG F4 очень интересное решение приняли белые как черным пробивать позицию белых белые хотят сыграть СЛОН Е4 если это им удастся в принципе какую-то им удалось стабилизировать позицию Лей находит сильнейшее продолжение СЛОН H4 несмотря на то что психологический ход делать тяжело СЛОН кажется таким плохим однако он несмотря на свою тупость он все-таки защищает линию H СЛОН H4 очень сильно СЛОН Е4 СЛОН G3 FG и вот есть еще одна позиция из разряда тех где компьютер дает огромный минус минус 4 минус 5 сильнее компьютер даст сильнее минус но как здесь выигрывать опять же останавливайте видео и задайте себе вопрос как бы вы сыграли черными мне кажется найти решение очень сложно я анализировала эту позицию в фан-зоне мы обсуждали как играть черным разные ходы предлагались я предлагала ход КНВ5 но проблема с КНВ5 в том что после СЛОН F5 Е4 Ладья АД8 Ладья АД8 Ладья АД1 все упрощается меняется и нули появляются на экранах Ариан Тари с которым я комментировала предлагал ход Ладья АД3 тоже понятная идея план Ладья АД8 Ладья АД2 но на Ладья АД8 всегда можно пойти Ладья АД1 то есть компьютер вообще не реагирует ходит Б4 и считает что у белых да после Ладья АД8 Ладья АД4 слон с Е4 держит поле АД1 матовых угроз нету поэтому чтобы выиграть в этой партии и это необходимая конечно победа для Лей очень важная была бы победа если бы ей удалось ей надо было усилить вариант с КНВ5 то есть как я уже сказала он не проходит ввиду взятия взятия Ладья АД1 вот Ферзь Б6 такой вот ход надо было черным поднять напасть на пешку Б и идея в том что после Б3 следует КНВ5 и здесь уже Ладья АД1 нету возможности то есть побить побить вот и Ферзь А6 угроза Ферзя убирать нельзя так как он контролирует поле С6 Ладья АД8 Ладья АД8 и несмотря на то что мало материала но король слабый и оказывается достаточно черным сил чтобы замотовать Лей неудивительно но такой ход не нашла она похожую идею попробовала КНВ3 но здесь Катерина была на высоте РОЛЬ Ф3 Ферзь А7 единственный ход за белых но очень точный Ферзь С2 Ферзь БЦ2 не выигрывает ввиду даже проигрывает ввиду Ладья АД8 шаг промежуточного и не стоит забывать что у черных не хватает пешки а после Ферзь А5 король Е3 Ферзь Ж4 размен на Д8 Ладья Ж1 и выясняется что нету возможности у черных создать какие-то угрозы матовые и им уже надо действовать аккуратно чтобы чтобы не заиграться и сделать ничью ничья была сделана очень быстро вот такая вот ничья ну думаю обе шахматистки по шахматному могут быть довольны тем как прошла встреча Лей легко черный цвет нейтрализовала и удержала черный цвет и даже имела хорошие шансы на победу и когда она заканчивала партию ее соотечественница страдала в партии с Салимовой Салимова Тан там казалось все очень хорошо развивается для Лей позиция была абсолютно безнадежна у Тан итак что здесь было Рэти вроде бы не опасный вариант Конь БДС ЦД ну Ферзь Б3 решили черные побить можно не бить можно бить ЕД потому что Ферзь Б3 АБ возникает такой вот интересный Эншпиль с одной стороны сдвоенные пешки вроде бы не должно быть проблем у черных все у них хорошо развито однако у белых есть динамический потенциал в позиции во первых где-то пешка готова пойти на Б4 с тем чтобы где-то пойти Б5 также пешка на Б4 какие-то поля держит под контролем также не стоит забывать о линии А полуоткрытой то есть не без яда позиция и еще есть один очень план неприятный в распоряжении белых который они продемонстрировали в этой партии Конь Е5 последовало может быть не точно может быть как-то стоило слон G6 G6 какие-то ладья E8 какие-то профилактические ходы сделать потому что после Конь Е5 белые сыграли Конь D4 F4 E4 позиция стала выглядеть очень неприятной для черных центр в распоряжении белых а две пешки пусть и сдвоенные но они держат целые три то есть получается что на королевском фланге в центре у белых большинство которые они надвигают эти пешки достаточно хорошо справляются на ферзевом фланге какие-то были маневры и в какой-то момент пытались черные как-то удержаться на плаву но в какой-то момент не выдержали и пошли вперед B6 может быть момент для того чтобы идти вперед не такой плохой выбран какие-то были возможности сыграть А5 потому что B6 оказалось не так удачно конь E6 слон E6 конь D6 повисла пешка на C6 и ну тут уже следовало побить пойти слон D7 и продолжать мучиться дальше однако два слона проходная в общем у белых большой перевес после B5 у белых остался большой перевес но и лишняя пешка осталась позиция абсолютно безнадежная вопрос только сколько времени это займет для белых конвертировать этот перевес в победу итак смотрим пока все хорошо развивается белые маневрируют усиливают позицию надвигают пешки в тактических перепалках перевес на их стороне остается ладья ладья е5 ладья е5 здесь еще ферзевый фланг упал бы все фигуры черных отошли назад ну и казалось что вот-вот-вот вышли из цветнота все 30 минут дополнительного времени 43 ход буквально несколько ходов оставалось белым до победы можно предложить ход g6 тем чтобы на конь d6 пойти слон е6 и затем побить на е5 потому что если попытаются пешку защитить ну то король на h8 уже в какой-то коробочке наверное самое простое было были еще различные возможности слон бьет f7 пойти однако последовало f6 это как-то открыло немножко дверь и черные начали дышать может быть не полной грудью но хотя бы понемножку какая-то контр-игра у них появилась хотя конечно эта контр-игра заканчивается должна была вот где-то вот здесь но что-то смутило болгарскую шахматистку почему-то она не побила на b4 почему-то она решила побить слон f7 и пойти вот на эту позицию наверное думала посчитала до суда решила что конь е5 неизбежно и недооценила контр-игру черных а после ладья c7 конь е5 выяснилось что контр-игры черных достаточно для того чтобы удержать ничью самым интересным образом когда опять же я комментировала эту партию в фан-зоне и позиция тан была уже абсолютно безнадежной все ждали ее сдачи я говорила нет вы подождите потому что на этом турнире этой шахматистки везет как первому призеру и она уже столько раз выходила сухой из воды но и вот это спасение оно добавляет еще одно какое-то ну невероятное невероятное полочка в цепочку других таких же чудесных спасений тяжело тяжело бороться против вот того такого такого везения такого фарта недаром говорят везет как первому призеру но просто в какой-то момент мы все думаем что должно это везение закончиться но два тура остается до конца и оно все не заканчивается и не заканчивается и что у нас в турнирной таблице после таких чудесных спасений тан продолжает лидировать 8 очков у нее из 12 лей однако не отстает 7 с половиной из 12 но лей по сравнению с тан явно не добирает лагно канеру горячкина 6 очков хотелось бы сказать еще в борьбе но мы понимаем что остается только два тура и тан ну наверное в какой-то одной из партий белыми точно сможет не проиграть однако я верю я верю в интригу обзор как обычно затянулся несмотря на то что только два тура я освещала но да финиш финиш близится и хочется рассказать все больше и больше ждем ждем окончания турнира 13-14 тур будут сыграны выходные субботу воскресенье 20-21 апреля тайбрейк у женщин возможен но маловероятен хотя может быть тан, лей тайбрейк мы увидим однако да у мужчин вся борьба впереди поэтому я жду от вас лайков комментариев обязательно с указанием ошибок которые я сделала чтобы да чтобы можно было сделать выводы и заключительный обзор провести еще лучше всем спасибо за внимание не болейте играйте в шахматы и до скорых встреч 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 Продолжение следует...